В пятиэтажке на улице Рабочий 8 на нижней террасе каждый дождь превращается в стихийное бедствие. Более 50 семей здесь не живут, а буквально выживают уже более 20 лет. Дом номер 8 был построен в 1976 году, как общежитие для работников завода имени Володарского. В сложные времена здания сняли с баланса предприятия. Дом переходил от одной управляющей компании к другой и медленно разрушался без капитального ремонта. Наталья Бухарметова заехала сюда в 2013 году. Купила комнату на пятом этаже в ипотеку. Уже тогда здесь стекла крыша. В комнатах на пятом этаже весной и осенью воды было по щиколотку. Зависит от погоды. Когда снег, снег тает, начинает, все капает, все течет. Дожди идут, течет. А сейчас в коридоре вот все потекло у нас. После дождя жители собирают воду с пола и стен тазами и ведрами. На пятом этаже живут пенсионеры. Им помогают всем домом, чтобы вода не просочилась ниже по этажам. Управляющая компания кормит завтраками. Но жители больше не могут ждать. Их терпение на исходе. Крыша течет уже больше 20 лет. Проблема у нас существует с 2003 года с этим домом. Я заехала сначала изначально сюда в 2003 году. Жила на пятом этаже в 517 комнате. Родила ребенка маленького. У нас капала до такой степени крыша, что у нас днем и ночью стали ванны. И вот сейчас эта комната как раз на вся текет. Там не то, что она капает, она там ручьем. Жить там было невозможно. Пришлось оттуда съехать, на второй этаж. За 20 лет никаких попыток отремонтировать крышу капитально не было. Дыры покрывали рубероидом, которого хватало на несколько месяцев. Три года назад обещали отремонтировать кровлю. Но дальше обещаний дело не пошло. На протяжении всего времени ничего там не делают, не меняют ни стояки. Что надо бы уже давно сделать, там уже металла нету, все сгнившие. То есть проблем очень много. Круглый год в доме сырости плесень, комары и тараканы. Мокрые стены даже летом сушат с помощью тепловых пушек. Из-за влажности здесь часто болеют маленькие дети. Три года назад Наталья Чебатаева заехала сюда с грудным ребенком. В сухую и чистую комнату на четвертом этаже. Вода добралась до их жилья через полгода. Больше всего страдает детская комната. Идет с пятого этажа. Как бы сечем. Очень сильно. Я уже не знаю, что делать. Ремонт. Обои есть, чтобы ремонт делать. А ремонт мы не можем сделать. Навесные потолки, если будем делать, сами подумайте, что будет. Грибы будут. Грибы будут. То есть вот здесь у меня ребенок играет постоянно. Да, это все. Это ведь все отлетает. То есть смысла нет что-то делать. Хотя это не пятый этаж. Это не пятый, это четвертый этаж. Решить проблему протекающей крыши жители пытаются своими силами. На чердаке установили самодельные конструкции. Стоки, которые выводят воду на улицу. В управлении ЖКХ рассказали, что капитальный ремонт дома изначально планировался в 2032 году. Собственники при поддержке администрации провели независимую экспертизу здания. Документ подтвердил, что износ крыши более 80%. Все необходимые документы, в том числе протокол собрания собственников, были предоставлены в управлении ЖКХ. На очередной комиссии в администрации города, а затем в фонде капитального ремонта принято решение о переносе срока на более ранний. На 2024 год дом будет включен по виду работ капитальный ремонт кровли. Дом номер 8 по улице Рабочий на нижней террасе сейчас находится на обслуживании управляющей компании. В ожидании капитального ремонта устранять все проливы, протечки и принимать экстренные меры по закону должна именно она. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.